так всем привет сегодня поговорим в первой части про вот эту схему ковки про порошковые не порошковые железки и передел первая часть будет так давно обещал 110 х18 мшд с гомогенизирующим отжигом и разнонаправленной ковкой во второй части я немножко расскажу про то почему есть смысл ковать порошковые стали почему их рисуют тоже делают кантовку этот процесс в простонародье называется кантовкой то что нарисовано вот ну начнем по порядку вот такие вот кругляки стали 110 к 18 мшд нарезая их штук 10-15 в кадре мне быть не обязательно вот так как всех плачет из-за звука нарезаю я их где-то по 300 миллиметров ну там зависимости от диаметра и какая будет дальше ковка потому что осаживать надо с высокой с большой высоты то есть большая степень пластической деформации должно соответственно что я делал у меня кругляр 20 я его нарезал по 350 миллиметров другого мне не было на тот момент был только 20 сталь повторяю 110 к 18 мшд то есть это аналог 440 c с повышенным ну с присутствием молебдена 015 ванадия 18 хрома 1 1 углерода шлаково дугового переплава вот или вакуумно-дугового переплава конкретно это бдб до вакуумно-дуговой переплав и какие-то пуски у меня были шлаково-дугового переплава соответственно вакуумные лучше но это не суть сейчас мы об этом не будем в процессе плавки в общем отрезается по 320 миллиметров собираются они в контейнер с прокаленным древесным углем перед загрузкой а не песко струется окалины от всей грязи полностью вытираются потому что далее я делал отжиг гумогенизирующий мы по-другому не будем гумогенизации называть высокотемпературный отжиг что делалось зачем пескоструилась вы удаляете всю окальную чтобы не рос а безуглерожный слой железо перед отжигом должно быть на таких высоких температурах довольно чистым или оно должно проводиться газовой среде с повышенным содержанием углерода как делает промышленность я брал нержавеющий контейнер собирал пескоструйные кругляки туда где-то 10 штук загрузка засыпал древесный уголь с небольшим количеством кварцевого песка прокаленный и песок и древесный уголь потому что не должно быть воды далее контейнер подогревается до 780 градусов выдерживается полтора часа и переносится на температуру 1160 градусов можно выше лучше бы выше но решил сделать так это высокотемпературный длительный отжиг при этой температуре 1160 градусов они пролежали где-то по памяти не менее 6 часов вообще 8 можно сделать если кругляк крупный 1210 до 24 часов но лично мне было жалко печку один из скажем так почему я так поступил и слишком маленький диаметр кругляка масса объема не хватило далее они выдерживаются эти 6 часов переносятся обратно печку на 780 градусов выдерживается два часа охлаждаются вместе с печью после этого достаются и зачищаются от всех следов прокатки данный кругляк продольного проката вот ну соответственно для чего мы это делаем принципе это явление не обязательно из источников и всего говорят что из учебников конечно лучше это делать в больших объемах можно сильно изменить структуру довольно прилично потому что при таких температурах идет довольно хорошая диффузия на диффузионный процесс растворения углерода частичное распродение растворение первичных арбитокрома с их распадом но это конечно в теории на практике там все намного медленно почему еще его сделал помимо того что захотелось попробовать кругляк тонкий вот и продольного проката я захотел убрать частичное направление предыдущего проката соответственно я сделал этот отжиг зачистил публички режем такие части и что у нас получается у нас получается довольно хорошее перераспределение структуры это плюс гумагенизирующего высокотемпературного отжига недостаток очень сильный рост зерна аустенита то есть в этом кругляке довольно крупное зерно довольно размер ну наверное размером с сахар сахар может соль такую хорошей крупности я его спиливал ну надпили и обламывал потом зачищал на гриндере зерно крупное то есть исправить структуру по идее почему это тяжело делать на полосе не думала эффективно да и на таком кругляке загрузки на такие циклы должны быть на килограмм по 30 чтобы это было рентабельно если мы берем коммерции то и по 50 соответственно у нас получается грубое зерно если вы получите на полосе потом измельчить его и избежать так называемой наследственности аустенитного зерна довольно тяжело аустенитное зерно напомню вам это то что у нас находится в твердом горячем состоянии структуры аустенит плюс карбиды или если на высоких температурах это усни ну в данной стали аустенит небольшим количеством первичных карбидов хрома теоретически и практически бы хотелось чтобы было так это одна из причин еще по которой я стал отжигать вот соответственно эффективно измельчить структуру мы можем ковкой хорошей осадкой хорошей вытяжкой и поэтому я решил применить так называемую разнонаправленную ковку она есть в учебниках но я сейчас покажу книгу она из учебника в принципе блюминга слэбинга проката прессовки и ковки то есть теоретическая пластическая деформация горячая пластическая деформация или практику мы и учебники по ковке прокату слитков слэбов крупногабаритных упаковок и там крупных штампов сейчас попозже расскажу в чем ее суть и смысл один из способов я взял из данной книги штамповые стали ла позняк юм скрыченко и с и тишаев сейчас я открою процесс я его принципе у себя уже выкладывал книга старенькая надо переклеить но очень полезную потому что она переходным вот он это называется разнонаправленная ковка ну вот ее сокращенная схема соответственно что мы делаем берем кругляк осаживаем на торец вот он у нас сел на торец допустим вот в такой квадрат но желательно перебивать восьмигранник чтобы не трещали грани далее из этого вот следующий мы его обратно растягивать опять осаживаем на торец далее осаживаем третий ну первый этап посадили вот он получился вытянули опять осадили вытянули причем осадили вытянули два раза в этом направлении далее мы меняем направлении овки значит осадили и начинаем тянуть另外 vilac в этом направлении квадрат получает дляὶ переворачиваем то есть Вот мы вытянули кругляк, переворачиваем мы опять на торец, осаживаем. То есть, если смотреть вот так схему, то после осадки, вот торец кругляка, мы вытягиваем в эту сторону обратно, в эту сторону обратно, в эту сторону обратно и в эту сторону обратно. В идеале, ну это четырехкратная осадка, бовка, я имею ввиду не во сколько раз села сталь, а 4 повторения. Что это дает? Это дает очень сильное перемешивание структуры и довольно хорошее распределение карбидов. После гомогенизирующего отжига еще и дробление немного первичных карбидов, потому что очень интенсивная пластическая деформация. Это в теории, на практике все немножко потяжелее. Но из того учебника, который я показал, да, из книги, да и не только там, на высоколигированных инструментальных железках стали, можно добиться прироста по свойствам до 25-30%. По факту там была описана сталь Х12Э, ну все типы Х12 не будем там перечислять. Вот такой вот процесс. Второй немаловажный факт, довольно важный. Когда мы начинаем ковать, особенно после гомогенизирующего отжига, высокотемпературного отжига, структура очень грубая. И пластическая деформация, это сталь хрупкая, склонная к разрушению, и пластическая деформация у нее идет довольно тяжело. Соответственно, на первом этапе мы греем кругляк сильно, 1180 до 1200 градусов, какая временная нагрева, потихоньку осаживаем, вот, за 2-3 нагрева. Ну такой круглячок за 2 нагрева осаживаем. Осаживаем, вытягиваем, то есть это все время с подогрева. Дальше у нас подогревы, их время и температура чуть понижается. То есть, второй цикл, вот этот, мы делаем за 1 нагрев. Осадили, вытянули обратно. Третий цикл желательно делать вообще за 1 нагрев 2. Осадили, вытянули, осадили, вытянули. И подогрели, осадили, вытянули. Дальше пошли ступенчатой ковкой. То есть, вот такой вот. Осадку идет. Вот у нас пусть будут байки. Байки скругленные, то есть вот эта ковка с двигом так называемая. Я делаю ее на таких объемах, шагом по 5 мм. Эта область у нас за счет натяжения, стрелочки сюда, вот эта область подвергается большой степени пластической деформации. Вот эта и вот эта. Вот эта часть. Сейчас я рассказал немножко это в теории. Это довольно сильно измельчает структуру. В принципе, я проверял, если изначально вот этот грудь... Ну, по-моему, в роликах вот такая сталь. Там ИП 766, 770, 110К18, МШД, 95К18, ШАР и 229. Я уже с ней эти вещи проделал где-то года 2-3. У меня где-то там ленте есть ниже. После того, как мы отковали ступенчатой ковкой, куется она, если мы берем боек помимо вот этого сдвига, еще так называемый шахматный сдвиг. Вот боек, то есть у нас заготовка под углом где-то 30 градусов, вот так идет и переворачивается вот так. Так, соответственно, что это у нас... Я на кругляке покажу, что это у нас делается. Удар бойков переворачиваем в шахматном порядке сюда, шагом по 5 миллиметров. Это и есть контовка в простонародье. Когда мы получили полосу или заготовку с быстряком, или какое-то их количество, далее что мы с ними делаем? Мы их опять песочим, опять загружаем в контейнер и отжигаем где-то 16-17 часов на 780 градусов. Получается очень мелко-тернистая структура. То есть изначально в этом кругляке довольно крупная структура. После всех этих манипуляций она уже различима в микроскоп, даже без термической обработки и прочих вещей, да сразу после воншика. Теоретическая структура у нас перлит плюс карбиды хрома. Должно такое получиться. Мелко-зернистый перлит плюс карбиды хрома. Довольно равномерно распределенный. Ну а далее после отжига обычным порядком мы ее термообрабатываем. Кто как делает это, тот так и делает. С криво, без криво, с двойным криво, с высоких температур, с низкими выдержками, с низких или средних температур, с большими выдержками. Это рассказывать вот прям полностью смысла нет. Потому что это надо брать из учебника. Для этого калибруются ваши печки и подбираются режимы конкретно под наличие, ну под то оборудование, которое у вас есть в пользовании. Потому что то, что делаю я, я могу ступеньками закалить, то есть с передним изотермическим подогревом, а не охлаждением, то есть мы там подогрели ступеньку там 708, перенесли на 850, 5 минут выдержки, перенесли там на 1100, на 5 минут с резким охлаждением последующей кривообработкой. Там 2-3 кратный, маятниковый тоже. То есть схем на самом деле около 5-6. Там тоже кривообработку можно делать по-разному, поэтому это как-нибудь отдельно цикл. Ну и как бы должно быть наличие оборудования. То есть это 3-4 печки работающих. С точки зрения коммерции, все это недешево опять же. Поэтому это больше эксперименты по металловедению. Если там кто-то хочет повторять, ну как бы дело каждого. Вот. Дальше что? Сейчас я сотру, расскажу про порошки. Ну и в конце видео, думаю, много времени не займет. Оно уже будет без моих комментариев, потому что один фиг ничего не слышно. Удалить звук молота, работающий в вытяжке и газового горна, это все гудит очень сильно. Практически нереально. То есть это надо делать озвучку, поэтому будет не мое видео, а просто ковки. Кто сталкивался с ковкой, то в принципе плюс-минус, исходя из этой схемы и дальнейшая процедура самой ковки, все и так понятно. Так, по порошковой металлургии. Здесь не обращайте внимания, это если байки будут фрезеровать, размеры записал, которые нужны. из неплохой, кстати, стали. Сталь для ковки, для пластической деформации, ну то есть байки из нее делать, подкладки, шепроны, всякие вещи хорошо, с хорошей устойчивостью к смятию, к микроскрашиванию и приемлемой теплостойкостью при ее механике. Хорошо для байков подходит. Это там подрядчатый пилу, размер ленты. Сейчас будет небольшой лепис. Я, честно скажу, задолбался читать комментарии про надо ковать порошки, не надо ковать порошки. Если вы в этом вопросе так уверены, то открываем учебники. Во-первых, мне надоело вот это все дело, когда народ начинает путать мягкое с теплым и прочие вещи. Порошковых технологий где-то с десяток. То есть методы получения самого порошка. Оно может делать от химического получаться порошок для определенных целей. Например, сверхчистый какой-то никель или цирконий для последующей порошковой прессовки. Медь та же самая. Оно может делать с разными методами распыления, с разными охладителями. То есть там распылять азотом, распылять аргоном, распылять вообще водой или более теплоемкими жидкостями. Может делать методом механическим перемалывание, последующее спекание. И часто путают у нас что? Все говорят берем баланку, берем порошок, насыпаем, прессуем его, спекаем и режем в разных направлениях. Все так идеально. Во-первых, порошковые переделы бывают первого, второго, третьего поколения. Это то, что касательно наших инструментальных стали. Ну, наших стали инструментальные, не отечественные, а то, что мы используем ножа, там, N390 и прочее. Оговоримся сразу. Crucible до сих пор использует американская компания второе поколение порошкового передела, Bioler, Dürkholm, Tachi Metal, еще некоторые компании используют третье, уже близко к четвертому. Соответственно, рассмотрим именно и этот метод. Не метод, когда там намешали карбиды с никелем, например, и получили там порошковый, какой-то порошковый материал. Так вот, например, кобальт плюс карбид вольфрама, ВК-4 и твердосплавы делаются. То есть, есть еще направление твердосплава, где субмикронные порошки карбиды кремния, карбиды вольфрама, карбиды титана или комплексно рисуют с каким-то содержанием никеля в матрице, тоже мелкопорошкового, без него, то, что называется многокарбидом вольфрама. Затем вспекает, либо готовую фрезу, либо вытачивает, она когда готова, ее дошлифовывают. Производство фрез из моноэльбора, спеченого эльбора, это тоже порошковая металлургия, только это эльбор, это кубический нитритбор. Соответственно, встали, это вообще, кроме того, что это порошок, и это тоже спекается, мало отношений имеет. Рассмотрим второй порошковый передел. Допустим, вот у нас есть вот такая штука, ковш, в котором у нас какой-то жидкий расплав. Назовем его расплав икс. Сейчас его плюсы и минусы рассмотрим. То есть, у нас в этом ковше там, после вакуумно-индукционной плавки, просто индукционной плавки, шлаково-дуговой плавки, вакуумно-дуговой плавки, лазерно-ручевой плавки, я могу долго перечислять, они все имеют свои плюсы и минусы. Мы получаем жидкий металл с заданным химсосталом. Соответственно, он попадает в ковш, ковш идет на распылитель. Вот здесь у нас я нарисую вот так, то есть, вид сверху. Вот так стоят форсунки. Оно сюда погружается, вот эта часть герметизируется, откачивается воздух и начинает течь струей жидкий металл. Ну, там еще есть побочный процесс, это сброс грязи, шлака, потому что в ковше присутствуют не металлические включения, от этого надо избавляться. Даем давление азота или холодной воды, да, ну, вода это вообще первое поколение, после него там много нюансов, сейчас уже не пользуются, все в основном пользуются распылением азота, азотом, потому что он довольно, ну, рентабельный, аргон тоже неплох, более тяжелый газ, вот, более инертный, не дает азотирование, например, при распылении, но более дорогой. Распыляем азотом, получаем порошок, этот порошок затем, это мы сейчас кратко, этот порошок затем у нас безоксидных пленок чисто погружается в контейнер, как правило, специальная ферритно-нержавеющая стали, користонноустойчивая, вакуумирует, подпрессовывается, вакуумируется, то есть можно прессом задавить контейнер в матрице, можно потом гипом обжать, гипотагидра, ну, самую колбу помещают в емкость с маслом закрытую или с жидкостью не сжимаемой, да, у нас в физике известно, что жидкость тепло прожимаемая, они всесторонне давят, опрессовывают баллоны, то есть насыпали порошок, запрессовали, там, прессиком подпрессовали или чем-то там, неважно, да, завариваем наглупую верхнюю крышку, оставляем сосок, откачиваем оттуда воздух до, там, один на 10 минус седьмой, минус восьмой, лучше, лучше. Дальше можно подпрессовать гипом и потом мы используем газостатическое прессование в газостате, что это такое? То есть у нас холодная баллонка помещается, нарисуем ее вот так, как кочку, потому что это устройство довольно сложное, Она у нас будет оля висеть в воздухе, с крышкой. Вот это будет сосок. Помещается в газостат. В газостате мы создаем очень высокое давление газом, как правило, аргоном. И греем до, в зависимости от марки стали, скорости диффузии и температуры, где-то в среднем почти все прессуется 1180, спекается 1190. Что происходит в газостате? У нас внутри порошка идет диффузия, сращивание отдельных порошинок. И всестороннее обжатие высоким давлением, то есть дополнительная прессовка. То есть это ускоряет процесс. Так делаются в стали N390, ну и практически все. Вернемся обратно. Второе поколение. Какие его плюсы и недостатки? Когда мы расплавили, налили в кол, что есть у нас там, допустим, вакуумно-дуговая плавка, температура плавки там, пусть будет в самой печи 1800 градусов в дуге, температура раствора. Распыление у нас происходит в этом ковше, у нас пусть будет 1690-1700. Пока оно перелилось сюда, поехало в распылитель, началось распыление, жидкость, жидкий металл сильно теряет температуру. То есть там 200 градусов упало. И начинаются проблемы. У нас есть тугоплавкие вещества, металлы, а точнее их соединения. Это карбиды. Карбиды. Вольфрам, банадин, циркони, титана, ниобия. Ну и давайте из них, вот это не экзотика, скажем так. Молибдена. Они уже при этой температуре могут существовать и существует твердый пазик. Это и называется первичный карбид. Бывают проблемы, что когда их очень большое содержание, как, например, в сталях 10% банадия плюс 2,5-2% углерода, они выпадают довольно быстро и довольно много. Да, они не такие крупные, как если бы мы расплавили и давали стали остыть, но утверждали, да, но они могут забивать сопла, они выпадают, они дают все-таки какую-никакую, особенно в инструментальных, в высоколигированных, то есть 3%, 2% и плюс процент углерода, много ванадии, много всей телегатуры, они дают выпадение все-таки первичных карбидов. И хоть и не такую различимую, это вот, кстати, с книг по порошковой стали, но может присутствовать сегрегация там. Соответственно, ну, неравномерное распределение карбидов, оно не такое существенное, как в сталях обычного передела, но оно может присутствовать, и эти карбиды первичные могут быть существенно крупнее карбидов, которые образуются непосредственно во время своего распылики, самого распылики. В идеале, чтобы это было жидко, нам надо перегревать раствор до температуры 3000, там, плюс градусов, 2700 или 2800, вот тогда у нас расплавляется карбид ванадия полностью, карбид, там, ниобия, то есть у нас, в принципе, жидкая фаза теоретически, но температура кипения железа там 3000, плюс, ну, даже если и выше, это у нас кипящее состояние, вы банально не распылить эту сталь, особенно в открытом воздушном способе, это вот второй порошковый передел, когда у нас ковшу открыт, ну, или закрыт крышкой, то есть не вакуумируем. Как решают эти проблемы? Ну, Беллер пошел третьим порошковым переделом, то есть у них установка замкнутого цикла, вакуумная индуституционная печь, к примеру, или вакуумно-дуговая печь, здесь сразу рядом распылитель для слива, и, как сказать, ну, насыпается порошок, все это в инерном состоянии, чистый порошок, то есть мы оттуда достаем уже готовый продукт, без активных пленок, без всего, ну, установка замкнутого цикла простым языком, то есть нагрели, быстро вылили, расплавили, получили лигатуру, сразу пустили на распыление, получаем готовый порошок в кацу, аксулируем, и достаем уже на вакуумирование и на спекание. Объемы, я не знаю, вроде как по 2 тонны, там, врукговоря, 3-5 капсул, они эти установки не показывают, в принципе, каждая фирма, которая этим занимается, там, Эростил, Бюллер, Утерхольм, Карпент, Рекруссиба, они сильно любят об этом распространяться. Это третий порошковый передел. Но, опять же, если мы берем такую сталь, как С-125В, там, С-110, и особенно, ну, второй порошковый передел, это не решает проблемы полностью. Все равно в них присутствуют, ну, более-менее равномерно распределены, распределенные, довольно крупные карпиды того же ванадия первичного, которые могут еще брать на себя углерод, ну, ладно, не будем рисовать и прям рассказывать очень подробно, горячую кинетику, холодную кинетику, диффузию. Соответственно, что может быть? У нас могут быть комплексные карпиды. С Ромом все попроще, у него где-то 1250 температура хорошей диффузии и плавления. То есть после проката, если мы не делаем из предыдущего видео контовку, высоколигированных инструментальных железок от борошкового передела, вот возьмем такой губик. Могут быть вот так все вроде равномерно распределено, но у этого и у этого соседнего карпида размерность может отличаться. То есть у нас там может быть металл-С карпид, или там металл-3С, ну, и т.д. и т.п. А еще могут быть комплексные ванады карпиды, например, там формулу писать не буду, ну, вот хром-ванадий-С, да, вот такие вот. они более склонны к диффузии. То есть здесь у нас в карпиде находятся и хром, и ванадий углерод. Не чисто, допустим, ванадий углерод, или хром-углерод, или железоуглерод, как здесь, а хром-ванадий, там, хром-моликтен, хром-ниопий, в зависимости от того, как, ну, склонны ли образовываться, ну, элементы могут ли образовывать, хорошо или плохо, они образуют эти комплексные карпиды. Я убрал. И, соответственно, после просто вытягивания или нарезки испеченного слэпа, что мы можем иметь? После проката мы можем иметь строчки, да, то есть вот здесь у нас равномерно все более-менее распределено, а вот в строчке, в таком длинном штрихе, у нас могут быть точечные карпиды разной группы и скоплений. Например, в 125-ке у хром-ванадийных карпидов, это мы, большая часть у нас карпиды в ВС, то есть ванадий углерод, но и довольно приличное количество хром-ванадийных областных карпидов. Соответственно, кантовкой мы, да, допустим, если делаем всестороннюю обжимку в прокат, что мы можем получать? Вот у нас баланка, у нас эти строчки вот так искажаются, или вот так искажаются, то есть это идет перемешивание. Еще недостаток стали 125В, она все-таки сделана вторым порошковым переделом, да, соответственно, у нее это присутствует. Кто свисали ее, кто свисали, тут сейчас работает, сейчас работает. Обратите внимание, ленты проходите, когда вот чисто воды нет, ничего нет, на облес, посмотрите, на ней как бы из листового проката есть такие вот вытянутые овалы, разные кубляшки и прочие вещи. Это оно и есть. Если мы ее куем, эти кубляшки у нас вытягиваются в линии, а при дальнейшей осадке вот такие вещи, скопление кармидов растягивается. Вот поэтому высоколигированную порошковую сталь, особенно от компании Круси, его подчеркну, стоит ковать. Там Элмакс, прям 390, уже меньше, там по мне особо сильно не влияет. 398 плюс-минус. Что я заметил, когда вы ее уете 398, на торец, у нее намного тяжелее осадка, чем вдоль кубляка. Соответственно, какие-то вещи присутствуют. Что именно, надо изучать и смотреть. Я этим на данный момент не занимался, будет возможность, сделаю. Но, как правило, бюллер утерхольмовские стали чищены. вот Торинберг, та же BMD-550, BMD-110, ну, аналог Банадиса-10, V10, BMD-60, довольно неплохие чистые железки для не сильно крупной компании. Потому что тот же Утерхольм, это реально гигант. Одна из самых больших металлургических компаний, компаний в мире и родоначальник вообще хорошего металлургии. Если все это убрать, постирать не буду, как мы можем сделать? Да, вот у нас все любят читать Ларина. Рекомендую почитать книги по порошковой металлургии и внимательно почитать Ларина, особенно в разделе недостатки. А он это пишет в разделах о карбидах, карбид-ванадия, карбид-высокое содержание карбидов, там, необия, ванадия, молебдена. Он эту проблему описывает там. Вот посмотрите, потому что года три назад тыкали везде, где только можно. Вот Ларина, вот Магнака, там он сказал. Вы его либо прочтите, либо нафиг забудьте о этой книге. Потому что тыкать тупо книжкой, что она у вас есть, это, ну, короче, идите лесом, вот сразу скажу, с этими, что мы можем взять слэк спеченный, вырезать из него вот так, там свойства не будут отличаться. В теории мы в порошковой металлургии должны получать вообще аморфное состояние, да, то есть бескристаллическое. Но это очень тяжело и практически невозможно, потому что с такими составами у вас скорость распыления должна быть, там, не знаю, миллион двести градусов в секунду, скорость охлаждения, то есть, ну, при распылении, тогда вы получаете этот вот идеальный порошок, аморфное состояние. Во время спекания это аморфное состояние переходит в мелкокристаллическую структуру. Вот, и при дальнейшей, там, пластической отработке, напиливании, закалке у нас в обычном состоянии, в комнатной температурах, там, в твердом состоянии появляется кристаллическая структура. В принципе, сейчас есть направление аморфных соединений, да, аморфных материалов. Я его знаю шапочно, что-то читал, что-то изучал. Это такой вот идеальный порошок. Ну, не порошок, а идеальные, там, новые свойства металла, скажем так, без кристаллической состояния. Но это практически, практически невозможно получить. Если брать наши учебники, то там аморфную ленту из того же железа диаметром, там, грубо говоря, 5 на 5 сантиметров было 30-40 лет назад конкретно тяжело получить. Там, один из способов, капля подвешивалась в индукторе, перегревалась и потом индуктор убирался, она падала, шлепалась огромными бойками, чтобы мгновенный сброс температуры получился. там сейчас новые технологии есть, но я уже в них не буду. В общем, это все отдельное направление, которое требует очень тщательного рассмотрения. Вот так было бы идеально. И тогда, да, скорее всего, можно было просто брать баланку, отпрессовать ее, прокатать кое-как, лишь бы получить лист, круглят, квадрат, там, шестигранник, гайку, неважно, нарезать просто на пластинке и пускать в дело. Но на деле у нас вот это все присутствует. И это недостаток порошковой металлургии. Второй недостаток. При распылении присутствуют какие-то растворенные, хоть и в мельчайших количествах, это не самая большая проблема, немного оксидов, кислорода, немного водорода, если не сильно вакуумированный порш, дали неметаллические включения разнообразные, которые могут попадать от футировки ковша, распылителя, печки, шлаки, всякие оксиды. И если плохо делается газостатическое прессование, микрополисность. Далее в отдельных случаях бывают так называемые нитилидные дефекты, то есть как правило это в порошках, которые не газостатическим прессованием делают, а когда у нас берут порошок, в вакуумной среде греют и давят через экструдер. Иногда пропекаются так называемые волосяные дефекты, то есть такие как микротрубочки, ну диаметральные или какая-то пористость. Поэтому зачастую хорошо бы вот откантовать. И в принципе даже после газостатической прессовки я знаю точно, что Беллеры, Друхольм, Хитачи, они делают вот эту вот кантовку. То есть берут эту балланку, там допустим две тонны вот такую, да, осаживают ее на прессе там две с половиной, три, пять, десять тысяч тонн силы. Уже не суть и вот растягивают вот в эти разные стороны. Скажем так, далее ее там получают квадрат, например, перед куски катает или катает целиком, в зависимости у кого какие там фестольпини довольно в принципе мощные пока ты станешь, я думаю, что фруктурные поломки для них этого не проблема катает. Ну, где-то по 50 и по 60 тонн катает. В общем, вот такой вот расклад. Далее более глубоко внедряться не буду, потому что надо полностью переходить на терминологию, надо правильно писать, описывать все вот эти составляющие карбидов и формулы химические. Рассказывать про кинетику, про диффузию, про растворимость, про поведение в горячем, холодном состоянии, в жидком состоянии, в жидком расплаве. Это, скажем так, отдельный целый талмуд. То есть, кому прям очень интересно, покупайте или ищите, скачивайте книги по порошковой металлургии. 70-х, 80-х годов хорошо описаны второй порошковый передел, что у наших, что у зарубежных. Соответственно, его плюсы, минусы, недостатки. Ну, если есть выход к патентам и прочим вещам, к третьему порошковому переделу, к более современным установкам и прочим делам, допустим, там, по Ванексам, то там это тоже расписывается и там эти проблемы решаются. Соответственно, сейчас мы расскажем немножко про технологию Ванекса. А тут другой мы. Что они сделали? Ну, мало того, что они заменили углерод на азот. Это не так принципиально. Как они это сделали? Ну, один, скажем, их способ. Выпурили без углерода, без всего, распылили, получили, так называемый металлический сплав, металлический порошок. Затем они вот вертофазным азотированием азотировали, наазотировали до определенного содержания азота, а затем спекли. И это один из способов решения вот этих всех проблем. То же самое, в принципе, вроде как у Беллера появились патенты, вроде как может скоро эти стали появятся. опять же посылаю вас к Плавину помимо книг, потому что у нас очень любят цитировать и читать. Почитайте внимательно, там пишет на этих патентах на его же сайте. Таким же способом они захотели просто заменить углерод на азот, чтобы там улучшить свойства. Для пресс-форм пластмасс, не будем в это вдаваться, насколько это хорошо или плохо для ножей, для пресс-форм работает отлично. повышенная коррестационная стойкость, карбонитриды, нитриды равномерно распределенные, довольно хорошее и большое их содержание. это ДАТП. Для пластмасс все идеально. Но тот же метод можно применить и для углерода или совместного какого-нибудь состояния нитроцементации даже, углерод плюс азот. То есть мы делаем расплав, например, вакуумно-индукционным методом. Мне он нравится, поэтому буду его называть. Распыляем порошок без углерода, но содержанием банадия. То есть химсостав 125-ки только без углерода. И по факту без карбина. Распыляем может есть проблема образования инфраметалитов, но здесь у нас распыление идет. Хорошее инфекционное перемешивание из того, что я читал, оно довольно хорошо способствует равномерное распределение всех религирующих элементов в массе, получаем порошок и дальше его науклероживаю. А потом уже спекаем болванку. И вот таким методом можно сильно улучшить структуру структуру S125V, S110V, S110V, потому что карбиды титана, они там нету, скажем так, в достаточном количестве, но карбид титана, циркония, ниопия, банан, особенно ниопий, да, там так называемые крестовые карбиды в жидком разборе, вот такую они форму как раз к примеру, не обыдну, в непорошковом переделе. Вот этого всего мы можем избежать частично или сильно измельчить и более равномерно распределить все вот это состояние, то есть практически ну не аморфное состояние, очень сильно улучшить отсутствие системы, убрать практически полностью сегрегацию, леквацию, это в принципе близкие термины, просто леквация это вне порошковых, а сегрегация это в порошковых, да, ну так это неравномерное химическое распределение неравномерное физическое строение определенного объема, то есть там неравномерный распределенный состав, здесь ланадия больше, здесь меньше, или там карбииды, вот то, с чем мы сталкиваемся, сегрегация, но сегрегация, как правило, довольно мелкая, но это все не важно, кому интересно почитать терминологию, кто-нибудь заниматься или занимается или как-то уже знает об этом, в общем как-то вот так, эта проблема требует большего рассмотрения, более подробного рассказа, изучения и прочего, но я не лектор, лекции я читать не умею, и, соответственно, полностью пересказывать учебники и читать там в 20-30 видео полный цикл лекций по порошковой, не порошковой металлургии и металловедению, это проще обратиться, в принципе, такие лекции от разных институтов, политехов, можно найти в сети, они присутствуют, вот, ну и почитать книги, соответственно, сейчас мы перейдем к ковке из первой части 110-18 МШТ, ну и на этом пока хватит, а больше сил у меня нет, пока что. так, ну пока заготовка подогревается, дальше я говорить ничего не буду, просто буду ковать, скажу так, кругляк тонкий, не знаю, 4 раза я его вытяну, а сажу то, что в первой части видео рассказывал, или 2 раза, вот, в общем, как пойдет, пробовал так и так, если кругляк использовать 25 плюс, но диаметром, и чуть еще выше по высоте, то результат всегда стабильный, вот, здесь он может загибаться, главное не словить холодный защеб, так называемый, ну или перегиб, чтобы не треснул, вот, далее я буду ковать, тянуть, и, соответственно, как пойдет, приступаем к ковке, все подогревается, температура первой осадки 1190 градусов, 1250 градусов, 2562 градусов, в год 50ctoral человек, 1290 градусов, по-070 км, в границе, 3070 градусов, 4040 градусов, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...